Вот от чего дуреет вся речная и озерная рыба. Карп, карась, лещ, платва обожают этот аромат. Можно добавлять в насадку, в рыболовное тесто, можно добавлять в прикормку, замешивать на этом жидком ароматизаторе прикормку и рыба не заставить себя долго ждать. В том году я показывал подписчикам, как приготовить этот активатор клёво, и у многих он занял почетное место в рыболовной сумке. А что это? Твою дивизию! Это речной монстр! Кто смотрел мои последние видео, тот в курсе, что посвечал я очень опытного рыбака. И, конечно же, я не мог у него не спросить, какую арому он добавляет в прикормку. Потому что рецепт прикормки это одно, но с аромой она гораздо лучше работает. Я спросил. А для запаха аромата что-нибудь добавляете? А для запаха... И рассказал он мне, как приготовить арому, которая отлично работает по лещу, карасю, карпу, сазану, по всей белой рыбе. Ну что, давайте с вами приготовим. Она готовится очень легко, вы даже себе не представляете. А потом потестируем на реке, как она себя покажет. Это на леща вы тоже используете? Берем кастрюлю, наливаем туда воды и засыпаем горох. Начинаем варить. Горох пойдет в прикормку. Но вот это вот именно вода, она очень пахнет горохом. Вот эта вот юшка. И это отличный будет ароматизатор для любой прикормки. Вот я на своем примере вам это дело докажу. И вот эту вот юшку я солью. Я ее буду добавлять в обычную базу, магазинную прикормку. И посмотрите, что из этого выйдет. Вот слил я нашу юшку. Мы возьмем с собой. И будет наша арома. Отлично пахнет она горохом. Так что обалденная. Ну, наш сироп гороховый. Заливаем. И мешаем. Была поклевочка. Ну, а кто хочет посмотреть, как мы тестируем насадки, прикормки, ароматизаторы, на втором нашем канале «Рыболовные путешествия» есть видео с последней рыбалки, где мы тестировали очень уловистые ароматизаторы. Ссылку на канал я оставлю в закрепленном комментарии под видео. Ну, а на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. Пока.